Приветствую вас! Первое, что мне хотелось бы сказать, то что я соглашусь со своими коллегами, они, в общем-то, правильно всё сказали вам, что проблема достаточно серьёзная, проблему нужно решать, и то, что если не вы говорили об этом, то кто-то другой отношений для ребёнка это сказал. И откуда-то у него взяли все-таки установки, что у него ничего не получится. Кстати говоря, вы сами у него, вот вы говорите, что пыталась разговаривать, всегда отменьшая его списки. Очень важно, чтобы вы вообще определились сперва, о чём вы пытались разговаривать с ребёнком, то есть на что именно направлены ваши разговоры, вот, в какую сторону, а не на бровле, вот, и, значит, постарались бы и спросить ребёнка, ну хорошо, хорошо, ты говоришь, что у тебя ничего не получится, ладно, почему ты так решил? Почему ты считаешь, что у тебя не получится? Пусть ребёнок в 10 лет это уже вполне возможно, пусть ребёнок вам сам это скажет, почему он думает, что у него ничего не получится, откуда взялась эта мысль у него, вот. Подговаривать там можно, вопрос в том, как разговаривать. Если вы сами что-то ребёнку объясняете, это одно, если вы пытаетесь с ним поговорить, это другое, то есть именно послушайте его. Не так просто, как раз слушать другого человека. А вот. Но я, на самом деле, хотел бы немножечко про другое вам сказать. Не про это. Ага, немножко об другом. Значит, вы сказали, что вашему ребёнку 10 лет. 10 лет – начало, в принципе, дровкового возраста, начало переходного возраста, да, который, ну, наверное, наверное, вы знаете, что, ну, опять же, опять же, опять же, я надеюсь, надеюсь, что вы знаете, что в подростковом возрасте очень многое меняется, очень многое подлежит как бы изменению, очень многое перестраивается. Вот. И вы знаете, вот основная мысль, которая мне приходит в голову, когда я читаю ваше сообщение, это мысль о том, что у ребёнка появился некий ориентир. Вот такая очень интересная штука. Ребёнок достаточно сильно вырос для того, чтобы чувствовать, чтобы понимать, что у него уже есть определённая потребность в том, чтобы быть, значит, частью определённой социальной группы. Ребёнок чувствует желание, чувствует потребность быть в определённой социальной группе. Он хочет принадлежать чему-то в этой самой социальной группе. Для подростков это действительно очень важно принадлежать к какой-нибудь социальной группе. И вполне вероятно, если вы проанализируете какие-то моменты, связанные с тем, как подросток себя ведёт, связанные с тем, какие у подростка интересы, какие у подростка, например, скажем, вкусы, какие у подростка увлечения и так далее, вы увидите. На мой взгляд, на мой взгляд, такую довольно простую вещь, что подростка привлекает те или иные идеалы группы, идеалы сообществ, которым он, как это мне парадоксально звучит, хочет быть ближе. Ближе-то он быть хочет, но у него не получается. Он по какой-то причине разочаровался в том, что может быть ближе к этой группе. И вот именно поэтому, скорее всего, по одной причине, что он разочаровался в своей возможности принадлежать какой-то группе, в возможности соответствовать членостям этой группы, соответствовать требованиям этой группы. У него всё это пошло. Ну а подростки, понятное дело, реагируют на все довольно бурно, то есть юнический максимализм начинает проявлять себя во всей красе, и если не получилось что-то одно, то, соответственно, скорее всего, он не получится уже ничего, и это нужно тоже понимать. Так можно лучше. Я рекомендую вам дойти с этого края, с этой стороны, не торопиться вести ребёнка к детскому психологу, а постараться вот именно сперва собственными силами понять. А вот с какого момента это у ребёнка началось? Что-то не всегда же так было, правильно? Не всегда. Значит, что-то на него повлияло. Вот это вот очень важный момент. Поймёте, что повлияло, можете это подкорректировать. Далее. Следующий важный момент. Вы говорите, что он пытается задеть второго ребёнка. На всех сторонах. Тут очень интересный момент. Почему ваш сын пытается задеть ребёнка? Это ревность, это самоутверждение, это потребность проявить собственную значимость и так далее. Тут всё поровну, это хорошо, но, вероятно, дело на более глубоком уровне. Здесь, опять же, нужно проанализировать ваши отношения и к сыну, и ко второму ребёнку. Особенно, если второй ребёнок младше, первый и так далее. Последнее, что хотел бы сказать, это мужчина. Мужчина в семье для вашего сына очень важен. Нужно, чтобы не вы разговаривали с ним, а мужчина. Отец или другой значимый взрослый мужчина. Понимаете, сыну нужен обровец мужского поведения. Сейчас он, ваш сын, переживает довольно серьёзные потрясения. Понимает, что он не один, что он не исключительный, что он не особенный и так далее, и так далее, и так далее. И действительно может бояться, что у него ничего не получится. И необходимо принять идею о том, что это нормальное чувство, а последнее, что ничего не получится. Но нормально так же и то, что несмотря на это, всё равно что-то стараться делать. И этому научить может только мужчина. Именно благодаря пониманию. Женщина по-другому научить не может. Поэтому представляете, чтобы ваш сын заговорил не с вами, а с кем-то из мужчин. По-другому боюсь, что у вас мало шансов. Дальше детский психолог, детскому психологу в любом случае нужна. Будет восстановить доверие между им и вашим сыном. И по сути через доверие, через понимание, понять, что происходит с ребёнком. Так вот проще это сделать всё-таки именно через родственника. Не через незнакомого человека, а через родственника. Ну и вам, естественно, тоже нужно приконсультироваться у психолога семейного. С тем, чтобы выявить свои ошибки и неверные триггеры в поведении. Потому что, например, то, что вы пытались с мужчинами разговаривать, это и есть один из неверных триггеров. Потому что вы с ним на какие-то темы разговаривать, в принципе, не должны. То есть это только мужчина должен быть. И новый пытались, и, соответственно, у ребёнка происходит наложение мужских и женских ценностей и качеств. И моделей поведения, которые предлагают только. Потому что есть вещи, которые может научить только мужчина, есть вещи, которые может научить только женщина. Это нужно понимать, к этому нужно относиться спокойно. Но, тем не менее, чётко разграничены. И вот таких моментов, которые вы сами не понимаете в силу того, что находитесь в этой ситуации. Вот таких моментов довольно много. Довольно прилично. И с ними надо работать. Их нужно анализировать. И менять с ним своё отношение. Корректировать ваше поведение. Противировать лучше, если ему будет очень тяжело. Пока он ещё ребёнок, пока у него ещё только подростковый возраст, начался помочь ему достаточно легко. Ну, легче. Чем когда ему будет, например, восемнадцать, двадцать лет. Тогда помочь будет тяжелее. Вот. И вообще захочет ли он, чтобы ему помогали. Да, тоже вопрос такой. На этом всё. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы дополнительные у вас остались. Пишите в личку. Помогу. Если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго. И удачи. Спасибо. 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 Субтитры сделал DimaTorzok